Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья! Друзья, вновь тема нашей передачи связана с вопросом «Откуда и почему столько зла в мире?» Христос учил учеников Своих, что Ему подобает быть преданным и пострадать и умереть. Вот, собственно, лейтмотив Евангелия. Христианство часто определяют как религию креста и страдания и даже ставят это Ему в упрек. Все обвинительные акты против христианства говорят о его некоем призыву к пассивности, о его добровольном подчинении злу, о его надежде лишь на загробное торжество добра. И иногда слышишь, христиане, то есть мы, как неизменно утверждают наши обвинители, христиане всегда терпели зло, несправедливость, несовершенство, всегда возражали против всех попыток улучшения этого мира. Так ли это? Действительно, почему эта никогда не умирающая память о кресте и распятом на нем составляет самую сердцевину христианской веры? Что совершилось? Что произошло тогда, что было здесь единственным и неповторимым? Ведь страдания и мучения испытывали всегда и всюду миллионы людей. Ведь не для того же крест стал нашим символом и нашей верой, чтобы мы сказали людям, братья и сестры, так было и так будет всегда. Терпите, берите пример с Христа, помните, что Он сам сказал, в мире будете иметь скорбь. А ведь именно такое истолкование креста Христова зачастую даем мы сами, христиане. И вот это-то истолкование позволяет недругам христианства утверждать, будто христианство есть религия примирения со злом, и потому человеку в этом мире помочь не может ничем. Но почему же тогда крест всегда был и остается источником силы и радости, источником мужества для всех христиан? Почему помнят они не только начальные слова Христа? Это Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. В мире будете им иметь скорбь, но и продолжение их. Но мужайтесь, я победил мир. Почему каждую неделю вечером под воскресенье звучат во всех наших храмах все те же ликующие слова? «Себо придя крестом, радость всему миру»? Мне думается, что понять все это можно, лишь поглубже вдумавшись в связь Креста, распятие, страдание, в эту связь со злом. На первый взгляд, последние главы Евангелия звучат, как трагическое утверждение всесилия зла. Вот предает учитель, учитель и ближайший ученик, кому же верить тогда? И на что надеяться? Вот тысячи людей, которым Христос только помогал, которых только утешал, на которых была направлена вся его любовь. Эти люди кричат, «Распни, распни его!» Но что же тогда человек? Кто он, если не стадное существо, которое можно мгновение ока превратить в послушную толпу, выкрыкивающую все, что прикажут? Вот Пилат говорит, «Я не нахожу в человеке этом никакой вины». И, сказав это, умывает руки и предает его наглумление и мучительную, позорную смерть. Вот разбегаются в страхе ученики его, вот учителю их, умирающему, в страшных страданиях от жажды, дают пить уксус, вот издеваются над ним изнемогающим ученые люди. Какие слова? «Других спасал, спаси себя!» Говорил, что ты Сын Божий, сойди с креста, и мы поверим в тебя. И вот вспоминаешь все это, в который раз и думаешь, да, это торжество зла, притом в чистом виде. Здесь разбиты навсегда все иллюзии о человечестве. Здесь не остается ничего, кроме страшного предсмертного вопля. «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» И вот думая об этом, начинаешь вдруг понимать другой, глубочайший смысл этого страдания, этого вопля, этой крестной смерти. Ведь в том-то, быть может, и открывается главная сила креста, что он является злом в чистом виде, показывает его именно как зло. Ведь зло всегда прячется за громкие и красивыми словами. пряталось оно и тогда важно восседал на седалище своем пилат и думал что творит суд но мы теперь навеки знаем что он сдался страху что суд его зло послушались начальстве начальство римские солдаты которым было приказано распятие иисуса и это послушание их раскрывается перед нами как зло час за часом не остается ничего от человеческих оправданий и как говорят сегодня смягчающих обстоятельств все подчинились злу все приняли его но узнать зло как зло сорвать с него маску добра обнажить в чистом виде это ведь и значит обличить зло и тогда всякого предателя мы называем иудой всякого неправедного судью пилатом час за часом в молчании кровавых мучениях и одиночестве торжествует христос тва торжествует он они эти жалкие слуги зла иуда и воины пилат и толпа рабов кричащих распни над всеми и над всем возвышается он внешне победили они но что же это за победа затравить убить навсегда сделав затравленного и убитого учителя господом и вождем тогда был осужден он но осужденными на века остались они тогда умер он но эта смерть стала началом новой веры новой любви новые надежды таким образом крест это развенчание зла первая и решающая победа над ним невинное страдание навсегда оказывается сильнее всех палачей мира молчание навсегда становится громче всех воплей и главное самое главное любовь навсегда творжествует над ненавистью это ли не победа это ли не торжество и смотрите только умер христос только казалось бы восторжествовала зло как из самой глубины этой страшной ночи выходит римский сотник палач распинать послушный раб зла выходит и говорит воистину он был сын божий и вот он уже свободен начинается медленный рассвет которого ничто уже не остановит все бог крест себо придя крестом радость всему миру и здесь наш ответ обвинительному акту против христианства не к терпению зла не к примирению и компромиссу с ним призывает крест напротив он то и есть то начало обличение одоление и разрушение зла о котором говорит все евангелие и все христианство и 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